Девчонки, всем огромный привет! С вами снова Кристина и сегодня мы будем с вами рассматривать мою одежду, которую я приобретала просто, наверное, за последние полгода. Я очень давно собиралась снять такое видео, но в последнее время в принципе не успеваю ходить по магазинам и ничего себе не приобретаю. Но были кое-какие покупки, собралось их достаточно много, потому что поначалу мне показалось их слишком мало для того, чтобы снять видео, потом мне их показалось слишком много, чтобы снять видео. В общем, пришлось мне делить это видео на несколько чтей, потому что будут и обувь и аксессуары. Так что давайте приступим, кому интересно это видео, то оставайтесь со мной. И первое, что хочу вам показать, чтобы лучше так сразу показать и забыть, это спортивная одежда. В протяжении последнего года я в принципе не занималась особо усиленно спортом, но то у меня были причины, это диастаз и грыжа. Об этом я обязательно расскажу, потому что я уже на последней стадии излечения диастаза и осталось только сделать операцию на грыжу, то есть сузить пупочное кольцо и убрать грыжу. Как это у меня появилось, что произошло и так далее, я обязательно сделаю отдельное видео, потому что я думаю, это нужная информация для многих девушек, которые собираются рожать или после того, как родили. Потому что многие даже не знают, что у них есть диастаз, идут в зал, занимаются и делают запрещенные упражнения. Поэтому это очень нужная информация, потому что я на самом деле ошиблась и делала не те упражнения, которые мне нужно было. И недавно я ходила тоже в спортзал и думала, что мне уже можно заниматься, но как оказалось, еще было рановато заниматься. Поэтому мне пришлось остановить свои тренировки именно в общей группе, силовые тренировки и опять же заняться нагрузками на именно диастаз, чтобы его убрать и конечно же поддержать никаких там мышц. То есть до идеального животика мне еще далеко, но я к этому стремительно иду. Итак, мне нужна была спортивная одежда, идти в зал. Я очень хотела идти в зал и хотела таскать штанги, я хотела заниматься, чтобы вот трицепс и бицепс потянуть, потому что очень сильно после родов дребеет особенно вот эта вот часть. И хотя у меня ребенок 12 килограмм весит, я живу на восьмом этаже, не работает лифт, я туда-сюда его таскаю, когда иду с ним гулять, все равно эта часть не прокачивается у меня. Поэтому я пошла в зал и до этого я конечно же пошла в магазин и купила спортивную одежду. Я зашла в Адидас, я зашла в РИБАК, к сожалению у нас не так много хороших спортивных магазинов в городе, но РИБАК в принципе меня устраивает. Мне нужен был лифт, который поддерживает грудь и конечно же лосины, в которых удобно заниматься, они также тоже все поддерживают как нужно. Итак, начну я с лифа. У меня в принципе я старалась подбирать в одной цветовой гамме фиолетовая, в последнее время я очень-очень люблю этот цвет. И у меня кроссовки тоже фиолетового цвета, я их покажу в следующем видео. Я выбрала вот такой вот лиф с средней поддержкой, очень удобный, очень он такой эластичный, в нем приятно заниматься, он приятен к коже, у него ткань очень такая приятная. Резинка не тугая вот здесь, хотя она широкая, очень хорошо все поддерживает, сам лифт мне очень нравится. Конечно сверху я надевала и надеваю, когда дома занимаюсь, какую-то футболочку, потому что так удобно. Вот у меня это, знаете, я честно говоря все этикетки обрезала. Вот, у меня по-моему это размер S, да, это размер S, XS на меня не налез в связи с тем, что у меня очень широкая грудная клетка, вот именно кость, и поэтому мне приходится покупать S, при том, что у меня очень маленькая грудь. В общем, очень мне понравилось, и девчонки, кто собирается заниматься спортом, очень советую, зайдите, очень удачная модель, мне безумно понравилось. И далее, да, кстати, такая ставочка, всегда хожу по магазинам, в принципе, да, и обычную одежду я покупаю всегда с мужем, а в спорте он у меня очень такой подкованный, он именно в женском спорте тоже. Поэтому мне всегда помогает выбирать те же лифы, те же лосины, поэтому все я выбирала не самостоятельно, я выбирала вместе с мужем, он мне все помогал, советовал. Вот, и единственное, что я выбрала, это лосины, потому что они мне безумно понравились и по цвету, и по фактуре, то есть они очень такие интересные, кажется широкими. На самом деле они очень хорошо облегают, это размер XS, и здесь, да, это размер XS, очень хороший, удобный, тоже приятные кожи, отличный материал. Фасончик тоже симпатичный, вы знаете, когда я пришла заниматься фитнесом силовым, там девочка была точно в таких же штанах, и я думаю, что я многих стоящих в таких штанах, потому что и цена, в принципе, была удачная, и качество очень хорошее. Я очень довольна своими покупками, поэтому я, в принципе, всегда спортивные вещи, спортивную обувь стараюсь покупать в Рибике, не знаю, у меня какая-то к нему любовь, еще, наверное, на протяжении последних 5 лет, когда-то приобрела себе кроссовки, и вот как-то вот все мне туда-туда-туда, и мне очень понравились, и я даже приобрела несколько кроссовок сразу же, как только покупала, одни для ходьбы, а другие для спортивных тренировок, но я их обязательно вам попозже покажу. Переходим к одежде, и сейчас я вам покажу одежду, которую я покупала еще весной, и весной было уже тепло, и можно было носить какие-то легкие такие штанички, я зашла в магазин Аза, кто живет в Севастополе, знает этот магазин, там иногда бывают очень-таки приятные скидки, хорошие вещички, и от Бершка коллекшн я приобрела себе трое лосин, которые подтягивают, после родов, мне хотелось немножко быть подтянутой такой, у меня это размеры эски, я приобрела двое более плотных, одни в таком графитовом цвете, лосины, вторые в таком шоколадном цвете, очень красиво, кстати, смотрятся, и одни более такие, знаете, потоньше, мне они чем-то напоминают лосины, в которых занимались на танцах, они потоньше, более такие тягучие, если тебе поплотнее, тоже от Бершка, одни я приобрела красный цветочек дома таскать, обязательно здесь фотографии оставлю, еще что-то, в инстаграме, кстати, я выкладывала эти лосины, можете зайти посмотреть, и вот не менее шикарные, очень летом мне нравилось их носить по вечерам, серые тонкие такие вот лосины с оранжевой вот здесь вот резиночкой, очень классно они смотрятся с серыми футболками, с кроссовками, очень так стильненько, симпатичненько, черные лосины вообще им цены нет, они потрясающе сидят, они классно так поддерживают попу, и, вы знаете, любой лук делают таким модным и интересным. Раз я уже заговорила о штанах, то продолжу тему штанов и покажу вам штаны, которые я покупала, на самом деле, в детском отделе, это Zara Girls, да, на рост 164, при том, что у меня метр 57, кто не знал, да, я очень маленькая, и я купила такие, типа, boyfriend джинсы, у них был еще красный такой тканевый пояс, но я его сняла и куда-то задела, это обычные такие синие широкие джинсы, здесь такая более темная вставочка синяя, очень плотные, хороший, качественный джинс, я их подкатываю, делаю более такими короткими, потому что по длине они мне большеваты, подшивать я не хотела, сзади два кармана, внутри есть ограничители для размера, то есть можно уменьшить размер, очень хороший, качественный, в принципе, я люблю джинсы Zara, Bershka, они очень, Stradivarius, вообще обожаю штаны, потому что они всегда сидят идеально, и летом я уже приобрела себе вот такие вот шорты джинсовые в магазине Junker, очень классные, короткие, очень такие интересные шорты, с вставочкой кружевной, такого фасона, они на бедрышках сидят, очень классные, очень удобные, и вы знаете, с них одно удовольствие ходить летом, я на самом деле очень полюбила летом именно джинсовые различные шорты, я вам уже в своих фаворитах об этом говорила, и вот эти шорты были самыми-самыми любимыми. И переходим к более летней одежде, и вот так, начну я с майки, пожалуй, опять же, Junker, размер S, обычная базовая белая майка, а-ля, не знаю, там, алкоголичка или как ее это называют, в общем, для меня это обычная мужская майка белая, тянется, очень классно смотрится, отлично так сидит по фигуре, все меня устраивает, для меня, у меня должна быть обязательно всегда базовая белая майка или серая в кардеробе, я без них просто жить не могу, у меня до этого была чудесная майка от Бродвей, и вот, опять же, я приобрела белую уже от Junker, очень довольна. Два вот таких вот сарафана, опять же, предыдущего магазина, очень качественные, приятный к телу трикотаж, это такие, знаете, сарафаны, сзади они идут с резиночками, два их тут, один белый, второй синий, это сарафаны такие, а-ля, для беременных что ли, я не знаю, в общем, они под грудью расширяются, и очень классно в них ходить летом, очень удобно гулять с ребенком, ходить за покупками, на пляж, это вообще чудесная вещь, и я ей очень довольна, с удовольствием их таскала все лето, они просто шикарны. Далее переходим к платьям, и у меня здесь просто шикарные, опять же, Junker, не знаю, в последнее время я туда зачастила, мне нравятся вещи, которые туда стали привозить, это вот такое вот просто бомбезное, коротенькое платье, из какой-то такой стоячей, плотной ткани, в нем достаточно жарко летом, но вот поздней весной и осенью, вот сейчас, оно просто шикарно смотрится. Я его покупала на день рождения своего ребенка, у нас было день рождения в таких синих, зеленых, голубых оттенках, и оно просто шикарно подошло, по цветовой гамме, оно отлично село, безумно им довольна, и цена у него была тоже потрясающая. Далее перехожу к еще одно платье, вы могли его видеть в моем инстаграме, это вот такое вот интересное, легкое, боже, оно такое легкое, оно как марлечка, платье с юбочкой, такой тоже стоячий, безумно красиво в расцветке, с красным пояском, это платье я покупала себе на день рождения, я хотела такое легкое, яркое платье, в котором, в принципе, можно выйти куда-нибудь на день рождения, на какой-то праздник, и с мужем вечером в кафе или в ресторан тоже сходить. Далее просто бомбезная покупка, это, девочки, вы знаете, честно говоря, я даже не знаю, что это за бренд, я покупала этот ромбер в магазине Ямайка, я его не успела поносить еще, думаю, что я еще успею, потому что у нас еще такие теплые деньки есть, у нас еще бархатный сезон, поэтому, в принципе, в дневное время я с удовольствием потаскаю. Опять же, очень легкая такая марлевая ткань, с потрясающей расцветкой такой, я бы сказала, этнической, здесь кармашки, на таких вот веревочках спереди, очень классные такие завязочки, просто потрясающий ромбер, я не знаю, я настолько им довольна, он классно сидит, но, опять же, все это покажу вам, вот, и последняя вещь, которую я вам хочу показать сегодня, это вот такой вот потрясающий, тоже из магазина Джункер, сарафан в полоску, он спереди идет укороченный, сзади у него идет такой вот хвостик, боже, как он классно смотрится с различными кедами, с конверами, с нью-йоркером у меня, со светлыми кедами, также с различными там, также он отлично смотрится с различными босоножками, в общем, потрясающе сидеть на фигуре, отличная, приятная ткань, ходить в нем одно удовольствие, я его таскала все лето, и в город, и куда-то отдохнуть, и даже вечером выйти, и даже с ребенком покулять, просто потрясающая вещь, я думаю, что вы видели его на мне в инстаграме. В общем, девчонки, первая часть подошла к концу, и надеюсь, вам понравилось это видео, если понравилось, ставьте пальчики вверх, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, спасибо вам огромное за внимание, и до новых встреч, пока-пока!